Всех приветствую! Меня зовут Мила Венецианская, я профессиональный астролог, и сегодня мы с вами поговорим про травмы из детства. Бред это или реальность? Давайте я прям не буду зачитывать на память, потому что ошибусь. Посмотрим, что нам говорят энциклопедии. Психологическая травма — это вред, принесенный психическому здоровью человека в результате воздействия неблагоприятных факторов. А астрология нам еще подсказывает, что это за неблагоприятные факторы, на что подсаживаются эти неблагоприятные факторы, которые произошли снаружи. Потому что у человека, у которого все внутри спокойно, гармонично, простроено, человек, когда может прям под все адаптироваться качественно, ему никакое событие извне не может сдвинуть с этого процесса адаптации под любую ситуацию. То есть человек всегда будет восстанавливаться. Но вот есть какие-то варианты событий, которые человека цепляют и рождают у него травму. Считается психологами, которые не знают астрологию. Если мы с вами будем смотреть через астрологию, то мы можем посмотреть глубже. Что-то снаружи происходит. Человек на это реагирует негативным образом. Почему один человек на неудачное знакомство реагирует спокойно, а другой человек на неудачное знакомство реагирует крайне напряженно. Потому что у одного все, что касается знакомств, будет гармоничное и адаптивное, а у другого там будет зашит заряд негативный, деструктивный, который он носит в себе с самого рождения. Нужно понимать, что если в натальной карте есть какой-то заряд, какое-то напряжение, то рано или поздно оно будет активировано, чем каким-то событием извне. Принято считать, что, например, напал кто-то на нас, это причина, и потом депрессивное состояние или травматичное состояние, это следствие. Астролог знает, что нужно смотреть глубже. Да, на человека напал другой человек. Но ровно потому, что есть такая тенденция в натальной карте. С натальной картой мы родились. Это было уже зашифровано там. Этот заряд прогностически можно просчитать, когда этот заряд будет активирован. Или был активирован. И вот, например, уже женщине или мужчине 30 лет или старше, неважно сколько, ну, взрослый человек. А у взрослого человека почему-то не складывают соотношения. Ну, приведу такой пример. Или у взрослого человека почему-то не получается зарабатывать столько денег, сколько он для себя хочет. Астролог через прогностику прошлую, да, ну, так, ретро-гност, может посмотреть, где и каким событием мог быть активирован заряд, связанный с тем, что у человека установка, например, что денег в мире очень мало, и я никогда не смогу много заработать. Или когда у человека активируется каким-то событием в прошлом установка, что любовь — это боль, и противоположному полу нельзя доверять. Ну, и так далее. Мы как раз можем посмотреть, когда было, когда активировалась эта травма, да, когда активировался этот деструктивный заряд, что астролог делает, он спросит человеку, который пришел к нему на консультацию, что у вас было тогда-то, тогда-то. И, например, женщина говорит, там у меня была нереализованная влюбленность, ну, там, влюбленность без ответа. Или, например, мужчина может сказать, о, там были заработаны первые деньги, которые я в итоге не получил. Все, тот заряд, который есть в карте, он активирован каким-то событием, которые были давным-давно, и потом в дальнейшем сопровождают человека. Теперь вернемся к теме, что травмы из детства. Очень много травм, очень много зарядов, которые есть на тальной карте деструктивных, они анонсируются и выходят наружу тогда, когда мы маленькие. Когда мы маленькие, у нас не работает фильтр, который работает у взрослых людей. Когда мы воспринимаем все происходящее без фильтра, нам кажется, что в мире так и будет. И если, например, напряженный Марс доезжает до Куспида Пятого, и какой-то дядя, проходя мимо девочки, совершает резкое движение, у девочки в этот период прям может сработать, как будто бы он на нее нападает. И у нее будет ощущение, что все мужчины, которые старше возраста, которые носят то-то, 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 когда фиксация произойдет, они опасны, и у женщины будет возникать вот такой вот прям тремор. Например, этот дядя был с усами, и женщина не переносит мужчин с усами. Почему? И ей еще, и главное, такие усачи встречаются и говорят, давайте с вами познакомимся, а у нее будет отторжение. Ну, потому что вот тогда, когда маленькая девочка, Марс доехал до Куспида Пятого, ну, астролог знает, что это какое-то сексуальное знакомство. Доехал, девочка маленькая, лет 5-6, допустим, да, может быть и 4. Какое сексуальное знакомство? Вообще о чем речь? Нет, конечно, но там происходит как раз инициация этого заряда. Поэтому, когда мы маленькие, мы действительно без фильтра инициируем напряженные заряды, которые потом вносим в себе. Нужно ли с этим разбираться? Когда мы маленькие, мы ничего не можем сказать. Мы без фильтра, да, мы не понимаем, правильно это или неправильно. Мы воспринимаем это как данность. А вот когда мы уже взрослые, с этим обязательно нужно разбираться. Для чего? Для улучшения качества жизни. Для того, чтобы те сферы, которыми мы недовольны, которые работают в минус, которые доставляют нам ощущение, что в этом мире все плохо, надо как-то сильно все поменять. Тут можно посмотреть в прошлое, понять, где был активирован заряд. И потом уже, зная это, точечно разбираться с причиной неудач. Если вы давным-давно разбираетесь с какой-то проблемой и не можете найти ответ, приходите на консультацию. Из натальной карты мы точно будем знать, что же произошло и с чем стоит поработать, чтобы добиться наилучшего результата. Запись на консультацию по ссылке, которая будет под этим видео.